Друзья, всем огромный привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своим приобретением у меня вот такой лазерный аппарат от компании Ортур называется серия Laser Master 2 Pro Да-да, это серия Pro Сборку данного аппарата я не стал снимать потому что не хочу тратить ваше время потому что здесь все собирается очень просто прикручиваются винты, устанавливается рама ну и все очень просто Мы лучше пробежимся по нему и посмотрим его в работе Размер рабочего поля у данного аппарата 400 на 400 миллиметров Мощность лазерного станка 20 ватт Материал корпуса выполнен из профильного алюминия плюс сталь с порошковым покрытием В общем выполнено все достаточно хорошо и достаточно простой в эксплуатации Максимально безопасен для пользователя защищен от падений Имеется G-сенсор Установлена кнопка аварийной остановки Имеется датчик возгорания который полностью остановит гравер в случае чего В комплекте идет блок питания а также шнур для подключения к компьютеру Для меня это небольшой недостаток потому что нужно подключать всегда к компьютере а также необходимо установить ПО которое можно скачать на официальном сайте программа называется gbrbl.lazer В программе все очень просто у меня уже правда подключен подключаем его к порту выбираем необходимый нам файл те файлы в которых работает лазер он автоматически показывает я сейчас к примеру продемонстрирую теперь переходим в настройки самого лазера здесь мы видим скорость печати минимальную и максимальную мощность самого лазера которую вручную можно поменять также в настройках можно открыть и выбрать подходящий нам лазерный модуль также в настройках выбираем подходящий нам материал для последующей лазерной гравировки Также в настройках можно настроить размер будущей детали. Выбрали все необходимые значения, сохраняем и отправляем на печать. И внизу мы видим оставшееся время. С компьютером можно управлять лазером. Перемещать лазер вручную по осям. Сам лазерный модуль съемный. Фиксируется при помощи одного винта. И в зависимости от поставленных задач всегда можно поставить другой модуль. Давайте попробуем станок в работе и посмотрим на что он способен. Взял обыкновенную фанерку, задал в программе необходимый мне рисунок и включил на граверов. В комплекте были специальные защитные очки, так как без очков на лучи лазера смотреть запрещается. Процесс гравировки очень интересный. Поначалу не отходил ни на минуту. Что еще очень понравилось, задал в программе необходимый рисунок, выставил параметры, впустил на печать и от тебя больше ничего не требуется. В процессе работы лазерного станка выделяется много дыма, так что нужно работать в хорошо проветриваемом помещении и с хорошей вентиляцией. На компьютере в программе видно, на каком этапе идет гравировка и сколько осталось времени. Данный рисунок выполнен за один проход в течение 5 минут. Рисунок получается очень четкий, примерно глубина 1 мм. И этого достаточно наносить какие-либо рисунки на поверхности. Дальше я решил попробовать, как он справится с вырезанием. Для этого установил жертвенную дощечку и сверху положил фанерку толщиной 2 мм. И включил процесс гравировки. Рисунок выбрал довольно-таки мелкий, но если это просто выжигать, то будет вообще просто супер. Так рисунок выглядит за один проход. Я же запущу на еще один проход, чтобы вырезал полностью рисунок. Несмотря на то, что рисунок очень мелкий, детали мелкие, получилось довольно-таки достойно. Но данный станок работает не только с деревом и фанерой. Также решил попробовать и на пластике. Продолжение следует... Рисунок закончен. И на этого что, чуть более двух минут. Как видите, все хорошо вырисовалось. В общем, то, что задал на компьютере, то и получилось. Также попробовал тот же рисунок на крашенном алюминии. Поначалу думал, что ничего не получилось, а оказывается, необходимо было просто протереть тряпочкой. И как видите, так же получился четкий рисунок. Это все были готовые рисунки, скаченные с интернета. Но я решил попробовать написать надпись и пустить ее на станок. Написал надпись в Point3D. Сохранил ее в формате GIF. Также можно сохранять в формате JPEG. Так что вариантов работы на данном аппарате огромное количество. И можно работать с различными материалами. Будь то дерево, картон, акрил, кожа, определенный типом пластика, металл и многое другое. Для резки подходит крафтовая бумага, картонные изделия и неплотная фанера. Так что с данным аппаратом можно начать небольшой бизнес в домашних условиях. И при всех его возможностях у него доступная цена. Друзья, ну получилось довольно-таки неплохо. Вернее то, что задал, то и получилось. Друзья, ну а вы напишите в комментариях, годный ли аппарат. Для каких бы целей использовали его вы. Ну а ссылочку где приобретал данный аппарат оставлю под роликом в описании. Вам же хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. И на сегодня я с вами прощаюсь. Вам желаю всем крепкого-крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим близким. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.